Привет, витаемо, россияне, украинцы и все нации и представители нашего бывшего постсоветского пространства. Вот недавно по-украинску невольно тут Аймович было, сори, по-украинску лучше не гадочнее казаться, было примуть нас за каких-то шпионов украинских. А будем сказать, чтобы всем было зрозумимо. Ну, власное так, по-русски. Так, вот, еще подтвердил, еще подтвердили, ребята, что это внутренние войска нашей самообороны, как Майдана, а теперь и Верховной Рады. Ну и вот... Ага. Скажите, пожалуйста, когда вы выдали автоматы? Вы изначально здесь были или только сегодня приехали? Сегодня. О, сегодня. А мы же видим, потому что мы самые первые здесь. Ну и что хочется тебя спросить, Улья, что вот вчера, позавчера здесь стояли хлопцы с трехлинейками, с какими-то смешными карабинчиками, с перевязанными ленточками. Примерно так, как вот, когда какие-то советские войска Риббентропа-Молотовским пактом вдирались в Польшу. Тоже входили, разгребали все магазины, лавочки, сахар разгребали, а потом ходили полякам, дарили сахар и говорили, что смотрите, мы вам сахар привезли, вы первый раз такое видите, сладкая штука. Ну, это так, отступление лирическое. Ну, а в другом смысле, сенс, еще хлопцы зараз вот ходят с автоматами калашниковыми. Я такие два года протарабанил в службе, то есть, ну, сапером служил. Как ты чувствуешь себя? Насколько вот, если от трехлинейки это одно, а тут теперь хлопцы ходят с автоматами. Ну, чувствуешь ли немножко загрозу какую-то там, какую-то там, что-то такое? Ну, я не чувствую, я чувствую безопасность от наших ребят, которые вот с милицией, ну, если она у них милиция, с автоматами калашниковыми. И я чувствую то, что теперь у нас есть тыл какой-то, да, они нас... Да, по крайней мере, будут нас охранять не какими-то трехлидейками, шашечками и тому подобное. Мы уже приехали, и сейчас мы находимся под парламентом. Да, и под их юрисдикцией. То есть, уже юрисдикция с калашниковыми. Может, скоро нам что-нибудь еще, потому что, например, в Крыму хлопцы ходят, россияне, тоже братья наши, ну, их так вышкалили, так, короче, забундировали, в мозговом смысле перекрутили пружины, что они теперь не против нас. То есть, были с нами браты-браты в медиа, а теперь против нас. То есть, их вышкалили, их научили на уничтожение, головы отрывать чеченцам, вот типа там ФСБ взрывает какие-то, типа, например, дома. Они говорят, вот нас взорвали, мы пойдем сейчас займем пол той страны, пол этой страны. Ну, то есть, вот такая у них политика. То есть, не умеют вести бизнес, ничего нормального, только красть, коррупция политика. И это их распустил, так же, как и нас, Янукович. То есть, если раньше, ну, почему, вот говорят, что там приехали на Крым, нападают сейчас не просто какие-то ребята с калашниковыми, там, молодые, а просто спецназ, морская пехота, которые там головоотрыватели чистые. Ну, то есть, значит, мы тоже должны каким-то образом противостоять против этой наваля, чтобы демократическое общество развивалось как? Не по гундяевским признакам, а по библейским признакам, как в Библии сказано, быть демократией в государстве. Для этого Бог и создал человека, чтобы он был демократически развиватель, а не какой-то там пружиной в какой-то механизме, и не просто какой-то муравьев, муравьем, который носит для своей матки в муравейник хавчик и тому подобное, и защищает других. Чтобы самостоятельная единица думающая была. Тут должен понимать, что последняя информация два дня назад о том, что от Министерства Загменичных дел была информация о том, что готовят провокацию о том, что хотели из трех-четырех людей россиянов. Да, для убийства. Ну, то есть, то же самое... На какие просто шаги они идут, готовя эти провокации, ну, они уже обвели свои войска, они уже там стоят, берут эти... Понятно. То есть, провокации примерно такие же, как в 1939 году Гитлер делал радиостанции в Польше, в Гливицах, когда туда консервов взяли, якобы поляки напали на немецком радиостанцию, взяли там, расстреляли людей каких-то там, объявляли какие-то обзоры, и Гитлер сказал, что вот, все, поляки на нас напали, и теперь мы идем войной на весь мир. Вот примерно то же самое Путин, примитивные, до такой степени шизофренические сценарии, вообще, которые никак в нашем обществе, в христианском, не могут вообще, ну, существовать в нормальном. Поэтому мы, россияне, те, которые братья и украинцы, мы против этого, против насилия вот этого военного. Ну, что мы, не знаете, кто не был в армии, кто был, что это такое дедовщина. Так это будет дедовщина в бизнесе, во всем, это будет дедовщина. И с вашими детьми будет тоже та же дедовщина, с головоотрывателями. Дякую за увагу, дорогие россияне, украинцы, белорусы, и все постсоветское и не постсоветское пространство. Татарам тоже великий привет. Держитесь, мы с вами, мы вас очень любим. Ну, ваш папа был так ко мне придирчив, Что потерять пришлось мне вас, а жаль. Вас ждет Париж и модные салоны. Меня же ждет гражданская война. Придется мне повоевать с путеным, А вас уже несет в Марсель волна. На мне тогда болтались аксельбанты, Всех умилял блеск новых эпалет. Со мной знавались в Петербурге франты, В Москве удам, я новых ждал побед. А ждет Париж и модные салоны, Меня же ждет гражданская война. Придется мне повоевать с путеным, А вас уже несет в Марсель волна. Скажу я вам и вашему папаше, Мерси Богу по-русски я б не смог, Но вы ушли от участи, от нашей. Ну что ж, прощайте и храни вас Бог. Как бы тебя любил я до самых последних дней. Прошлое не воротится, Не поможет слезам, Поцеловать мне хочется, Губы твои глаза. Как же не сумели Уберечь с тобою То, что в жизни стоит, Что зовут любовью Нашей дружбе осень. Сердце отцвается, Лишь о ней весною Пожалеть придется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова